Всем доброе утро! У нас действительно сейчас утро. Я хочу вам показать свой идеальный завтрак. Он действительно сбалансирован. Там есть белки, медленные углеводы. В общем, все, что нам нужно для заряда бодрости на весь день. По утрам я ем всегда только этот завтрак. Сейчас уже на месяце три. Это обязательно должна быть овсянка. Это 50 грамм. Ну, 52. Я беру Ясно-Солнышко. Вторая, третья категория. То есть, чтобы можно было ее залить водой. И она три минуты постоит и уже готова. Ну, 52 грамма это достаточно. Все, заливаем это кипятком. Так, чтобы водичка сверху маленькая была. И буквально на три минутки закрываем. То есть, три минуты и она запаривается. Также параллельно я варю яйца. Кстати, вот у меня в последнее время постоянно одно яйцо лопается. Вот постоянно одно яйцо лопается. Одно всегда целое. Не знаю. В общем, отваривайте, но не прямо до такого, знаете, крутого желтка. А как раз-таки самый полезный желток, это когда он в жидком виде. Поэтому четыре-пять минут этого будет достаточно. И ложечкой прям потом будете это яйцо есть. Ну, а здесь самое полезное свойство, когда оно именно не добавлено в куруту. Оно в смятку. Ну, что, дома каша заварилась. Да? Три минуты каша заварилась. И протеин. Добавляем в кашу протеин. Обогащаем кашу белка. У меня, кстати, все протеин заканчивается. Я заказала новую. Ну, кстати, еще маленько, но вот-то хватит совсем чуть-чуть. Все, и это все просто размешиваем. Пропил немножко я взяла, не качественный, не оригинал, короче, оказался. Видите, идет какой-то, если не знаю, видно на камень, идет какой-то этот... Когда его насыпаешь, как дымок такой, да? Этого не должно быть в кропеине. Ну, вот он, идеальный завтрак. Это два яйца. Смятку. Овсяная каша с протеином. Чай без сахара. Также наливаю себе немного воды. И именно когда вы принимаете пищу, во время время пищи, нужно потреблять витамин Д. именно утром и именно во время пищи. Потом, после, кстати, завтрака я еще выпью витамин С. Мы со стеклой пьем вместе с ребенком. Кстати, вот насчет протеина. Протеин мне один подарили. Вот такая же большая банка была, 900 грамм за 1000 рублей. Естественно, это был некачественный протеин, но я его с кашей вместе за месяц, в общем, съела. Потом я решила сама на Азоне заказать протеин. Взяла фирму Бамбар, потому что мы все знаем, что есть протеиновые ботончики Бамбар. Вот взяла, но эта банка уже стоит тоже 900 грамм, но она стоит 1600 рублей дороже. Но когда насыпаешь, идет какой-то вот непонятный осадок, что ли, поднимается вверх. Такого быть не должно. И сейчас я заказала третий раз протеин, и я уже вам расскажу, как его нужно правильно заказывать на Азоне. Когда вы вводите протеин, выбираете, ну, выбрать, там выходят много разных протеинов, причем вначале идут прям самые дешевые. На дешевые вообще даже не смотрите, это не протеин. Я не знаю, что это мешает. Потом вы заходите в фильтры, и в фильтрах выбираете сначала оригинал, то есть ставите точечку, чтобы был оригинал. Потому что я до этого так не делала. Получается, я взяла не оригинальный, а вообще не пойми, что. Когда вы поставите оригинал, у вас будут бренды, которые именно представлены на сайте оригинал. Вы все эти бренды, галочки, проставляете. Потом выбираете продавца премиум. Это продавец, который проверенный. Все. И поиск. И вам выпадает уже нормальный протеин. И, конечно, сейчас нормальный, качественный протеин очень дорогой. Там и 4 тысячи банка вот такая может стоить, и 8 тысяч. Я выбрала пока что 450 грамм, то есть ровно половинку. Вот такую вот баночку. И она стоит 1600 рублей. Вот такая маленькая банка 450 грамм стоит 1600 рублей. Бренд Tree of Life. Это дерево жизни бренд. Я вспомнила потом, что этот бренд, когда я ходила в спортзал, я попросила тренера купить мне протеин. И вот он купил именно этот протеин, потому что из всех брендов он самый дешевый по оптимальной цене, потому что остальные бренды, там американские какие-то, они вообще очень дорогие. Вот сейчас проверим. Придет, я проверю вообще как. Но мне кажется, что это будет качественное протеин. Вот. И с протеином, я говорю, можно есть кашу, можно выпекать блинчики, лепешки, оладьи. Я это все делаю на канале. Видео показываю, как это делать. И все с удовольствием едят. Кстати, в чай горячий тоже я добавляю теплой воды, потому что я раньше любила горячий чай. Но оказывается, его тоже нельзя пить, потому что может быть рак гортани. И причем у моей одной коллеги, у отца был рак гортани. Он любил пить чай, горячий и курить очень сильно. Также к завтраку можем добавлять орехи. Гля, не можно, а нужно. Это жиры будут полезные. Либо абокадо. Ну, мне надоели, если честно, орехи с оливлением и абокадо. Я перестала добавлять. И плюс они, конечно, очень сильно калорийность добавляют. Потом, если вот это на где-то 470 калорий выходит, 2 яйца, каша и протеин. То с авокадо или с орехами там еще 100 калорий набрасываете, где-то 560 калорий. Это, конечно, немного. И вообще следует так питаться. С жирами тоже. Ну, это все дорого. Каждому завтраку метеорий, арифию и абокадо. И для абокадо. Вот, конечно, закрадно. А яйца и овсянка, ну, там, потратится на патриин, и, мы, мы, на месяц хватит. Вот, наоборот, мая. И, мы, наоборот, мая.